В первую очередь хочу поблагодарить команду за саму удачу, за те требования, которые мы к ним выдвигали, они выполнили. Да, немножко результат нам не удался, но в целом я командой доволен. На этом этапе, на котором мы находимся, я думаю, что это довольно-таки неплохая игра. В первую очередь будет игра, будет со временем результат. Вы сегодня играли с листа, во многом первая игра, и ребята с разных возрастов, с разных команд. Насколько сложно было вам как тренера? Да, команду вел как бы это на базе 2002 года, команда создавалась, команду вел практически полсостава, поэтому что-то получилось, что-то не получилось, я думаю, ребята сами знают, над чем нужно работать. Я им в этом подскажу, я думаю, что будет все в порядке. Насколько повлиял, как считаете, нереализованные пенальти? Возможно, дальше бы тоже были какие-то моменты, но тем не менее, вот Забей был абсолютно по-другому. Я думаю, первое, это когда судья не назначил в начале пенальти, в первом, там было пенальти, можно было поставить. Не поставил такое. Во втором моменте, да, это был, на мой взгляд, это был ключевой момент, почему Забей пенальти 1-1, играть могла бы совсем по-другому развиваться. Тем более, мы как бы старались играть первым номером, что-то получалось. Забей, команде соперника пришлось бы идти, большая атака не раскрылись бы, я думаю, что у нас было бы больше моментов. Атак не забили, но, еще раз, в целом говорю, ребята молодцы, самодача, желание, то, что они появились, я думаю, что в целом будете в порядке. Расскажите, пожалуйста, о тренировочном процессе команды, как он проходит, где тренируетесь и как готовитесь к матчам? Тренировочный процесс проходит на базе в поселке Высоком, там созданы все условия у нас, если нужно искусственное поле, если нужна трава, восстановительные мероприятия, баня и бассейн. Поэтому для нас создали все условия, чтобы выращивать хороших футболистов. Мы знаем, что недавно общались с главным тренером первой команды, вот перед клубной фотосессией, вот о чем говорили, Синь Секрет, и насколько взаимодействие, как считаете, полезное будет? Ну, смотрите, как бы главный тренер, смотрим, он начал приходить на наши тренировки, мы с ним общались, ему понравились некоторые ребята, одного мальчика он уже взял, он тренируется с первой командой. Поэтому диалог, мы постоянно с ним в диалоге, и тот футболист, который он назовет, он сразу же идет тренироваться в первую команду. Поэтому здесь вопросов никак не будет, тем более я знаю, что и помощники его следят, и он сам приходит на тренировки. Поэтому я думаю, что для металлиста выбор футболиста будет хороший.